Мы видим в 38 главе, что Езекия прошел испытание на послушание, и также он прошел испытание на истинность. И теперь интересный момент. Будет ли он послушен испытанию на веру? Или же, другими словами, пройдет ли он вообще испытание веры? И мы видим, что Бог измерит его веру. Самое важное испытание, с которым он столкнется. Потому что это испытание повлияет не только на него, но и последующие поколения. И поэтому Езекия признает, что Бог хотел разобраться с некоторыми вопросами в его сердце. Очень часто, в 90-е годы, когда я молился, Бог говорил мне такие слова, реши проблему. Каждый раз я молился, я искал Бога, читал слово, и слышал, и Он говорит мне, реши проблему. Я продолжаю вас спрашивать, да какую же проблему ты хочешь, чтобы я решил? Ну, и Бог не отвечает так быстро. Так же, как и в случае с Езекией, Бог немножко сделал Езекию больным. И Он хотел убедиться, на самом деле, Езекия хочет знать истину. Поэтому Он продолжал подкручивать ему гайки. Так же, в самом случае, как со мной. На самом деле, я хочу знать истину. И Бог так поступает со всеми нами. Он хочет точно знать, что мы решили важные вопросы в нашем сердце. И поэтому у меня есть важный вопрос для вас. И, более того, важный такой вопрос вы можете задавать Богу. Господь, есть ли в моем сердце какие-то вопросы, проблемы, которые ты хочешь разрешить? И, возможно, Богу понадобится некоторое время, прежде чем ответить на этот вопрос. И Он убедится, готовы ли вы к тому, чтобы принять истину. Он не скажет вам то, чего вы еще не готовы принять. И то есть, когда даже придет тест, вы будете готовы, и вы придете его. И это его любовь и его милость. Аминь. Поэтому следующее испытание начинается в 39 главе. И теперь Бог использует бавилонского царя. Как раньше он использовал ассирийского царя, а теперь он решил использовать бавилонского царя. В то время Меродах, Валадан, сын Валадана, царь вавилонский, прислал к Езекии письмо и до Реи, ибо слышал, что он был болен и выздоровел. И поэтому Езекия реагирует не очень, не очень хорошим образом. И обрадовался посланным Езекии и показал им дом сокровищ своих. Он показал серебро, золото, ароматы, драгоценные масти и весь оружейный свой дом. И все, что находилось в сокровищах его, ничего не осталось, чего не показал бы им Езекия. Вот различные вещи, которые он им показывал. Он показал им серебро и золото, и свое богатство, значит. Он показал им ароматы и драгоценные масти. Что они создавали ароматы и драгоценные масти? Ароматы – это молитвы. Как вы помните, священник подготавил ароматы драгоценные масти для того, чтобы воскурять этот аромат Богу. То есть, он раскрывал ему тайны его молитвенной жизни. И, как вы знаете, тайны наших молитв должны оставаться между нами и Богом. Если вы открываете свои тайны, своих молитв врагу, что произойдет? Мы видим, что здесь произошло. И также весь оружейный дом он им показал. Что является оружейный дом? Все его оружия для войны. Если мы покажем врагу наше оружие, что произойдет? Он заберет наше оружие, мы не сможем больше сражаться. Как мы сможем сражаться в духовной битве, если мы показали врагу наши тайны, секреты? Поэтому нужно быть очень осторожным. Здесь можно два улока извлечь. В естественном природном мире мы не можем доверять наши секреты, тайны тем, которым не доверяем. И в духовном смысле нам нужно быть осторожным в отношении наших молитв. И мы не можем делиться тайнами нашего сердца с людьми, которые не заслуживают нашего доверия. И теперь приходит Исаия с важным посланием. В третьем стихе. И пришел пророк Исаия к царю Зекии и сказал ему, что говорили эти люди, и откуда они приходили к тебе. И Исаия также ему говорит здесь некоторое задание, испытание. И спрашивает, что они видели в твоем доме? А что же пророк на самом деле хотел знать? Он как бы исследовал его мотивы, его ценности. И даже больше, чем мотивы и ценности. Каковы были его мечты? Чего он ожидал в будущем? И Исекия отвечает. Видели все, что есть в доме моем, ничего не осталось в сокровищницах моих, чего я не показал бы им. И пророк покажет ему, что он очень глупо поступил. Второе, параллельпинон 32, давайте откроем. Стих 31. Очень важно увидеть в этом Писании, что новое мы можем узнать. Второе, параллельпинон 32. 31. Только при послах царей вавилонских, которые прислали к нему спросить о знамении, бывшем на земле. Оставил его Бог, чтобы испытать его и открыть все, что у него на сердце. То есть, посланники вавилонские смогли прийти в его дом и увидеть все, что там происходит. Как вы знаете, иногда мы молимся, чтобы Бог послал своих ангелов, чтобы они наблюдали за нами и охраняли нас. И также мы говорили о властях, начальствах и силах вавилона. Так же само Бог удалил защиту своих ангелов, чтобы вавилон увидел, что находится в сердце. И иногда Бог удаляется для того, чтобы испытать нас. Так как Он хочет нам явить то, что находится в нашем сердце. И теперь мы снова вернемся к Исаии. И мы слышим слова пророка. То есть, наконец-то, учитель дает свою оценку экзамена. Вот в пятом стихе Он говорит. И сказал Исаии Азекий, выслушай слово Господа Саваофа. И вот придут дни, и все, что есть в доме твоем, и что собрали отцы твои, до сегодня будет унесено вавилон. Ничего не останется. И они будут евнухами во дворце царя вавилонского. И Исаии говорит, что ты глупец. Хвастался всем, что у тебя есть. И знаете, как мы также иногда хвастаемся перед другими людьми? И он также ему сказал, что происходит, если мы хвастливы. Но важно видеть, что Езекиа презрел то, что Бог дал ему. В том плане, что на самом деле он не оценил то, что было дано им Богом. Он не оценил серебро и золото. Он не оценил молитвы и ответы на его молитвы. То есть он рассказал свои тайны, так же, как в случае с Самсоном и Далилой, который он говорил секреты, свои силы. И помните, что произошло с Самсоном. Почему Самсон рассказал свои тайны? Он был соблазнен, обманут. Иногда мы также позволяем миру нас соблазнить. Мы проваливаем этот экзамен и рассказываем свои тайны. Поэтому, с одной стороны, еврейский народ обвинил Вавилон за то, что он увел их в рабство. И мы видим истину. Бог судил царя за то, что тот во многих способах преклонился перед Вавилоном. И важный момент в том, что он больше переживал о политическом союзе с Вавилоном. И как мы раньше говорили о разных личных союзах, некоторые из которых хорошие, а некоторые плохие. И что здесь Езекия хотел заключить этот союз с Вавилоном. И чего он пытался достигнуть? Благоволение Вавилона. И он хотел благоволение Вавилона больше, чем благоволение Бога. И что потом происходит? То, на что он полагался, то его приведет к его тьме. И даже это будет стоить ему его сыновей. И это будет стоить свободу людей. И мы видим несколько недостатков в характере Езекии. Мы видим, что он был эгостичен. И он был очень мягок под давлением. Его в сердце была суета. Он не беспокоился о своих сыновях и последующем поколении. У него были неправильные ценности. У него было неправильное видение. Он не видел дорогу на горизонте в будущем. И самое важное, что ему не хватало целостности сердца. И поэтому здесь мы также видим некоторые выводы всех этих событий. И мы видим, что царь ассирийский, который доминировал в то время, используется Богом для того, чтобы провести это испытание. Он испытывает, на кого мы будем надеяться, в ком мы будем полагать свою уверенность. И поэтому в начале мы видим, что Хезекия ответит правильный ответ, и он идет к Богу на молитву. И поэтому в начале мы видим правильный ответ, и Зекий идет к Богу и молится. И он занимает правильное положение, правильное состояние молитвы и смирения. Он понимает, что люди беспомощны, и нужно им только вмешательство Бога. И Бог отвечает, и ему говорит, что будет трехлетний план. И мы видим, что Бог тоже имеет благословение, и Он дает Хезекия 15 лет еще. И также Бог являет свою благодать, и дает еще 15 лет Езекии. И также Езекия узнает то, что Бог суверенен. И также мы видим, что Езекия делает очень критические ошибки. И знаете, что существуют критические ошибки, которые все мы делаем. Наше сердце колеблется между двумя местами, положениями. Египет. Между Египтом мы колеблимся и Вавилоном. Это как будто маятник, который качается из стороны в сторону. С одной стороны, мы хотим возвратиться к путям Египта. Так же, как израильский народ. Хотели возвратиться из пустыни в Египет. Потому что они надеялись на Египет. И как часто у нас бывает желание возвратиться к прошлому? Потому что что-то будет уже, как бы, жесткая ситуация будет появляться вокруг. И мы хотим возвратиться в ту ситуацию, в которой нам известно. То есть, допустим, мы избавлены от Египта. И если мы это делаем, мы проваливаем тест, и нас отсылают в Вавилон. То есть, доверялись мы, доверяли и надеялись на человеческие пути, на пути египетские. И так же, в своем сердце мы мечтали о Вавилоне. И давайте вспомним, что это за пути египетские, пути Египта. Сила Египта, помните, в искусстве, в математике, в науках. В мудрости и знаниях человека. И что происходит, когда мы полагаемся на мудрость и знания человеческие? Может быть, у нас будет некоторый успех. Поскольку мы следуем за теми, которые выглядят успешно. Но они успешны только в своих мирских путях. А Вавилон — это просто эпидемия. Это эпидемия? Это самый великий эпидемия. Пример самого великого успеха и цель, которая может быть. То есть, они были успешны и приобрели все, что только можно в мире. Вавилон был очень успешным народом. Вавилон победил Египет. Как же Вавилон победил Египет? С помощью своей сильной армии. Поэтому мышцы Вавилона сильнее, чем интеллект Египта. Мудрость. Вавилонские пути — это сила человека. Пути Египта — это мудрость человека. Пути Вавилона — это сила человека, мощь. Мир хочет иметь много мудрости, знания, чтобы иметь много силы. И они думают, что знание — это путь к силе. И в Вавилоне все, чего они хотели, это сила, только ради силы. Вавилон не переживал так сильно о каких-то красивых вещах, о произведениях искусства. Им безразлична была наука, медицина. Все, что им нужно было, все, чего они хотели — это создание, подготовка сильной армии. Потому что они очень гордились своей силой и своими лысками. Есть ли какие-то страны или страны, которые похожи на Вавилон? Может быть, Россия каким-то образом, как Вавилон? То есть, правления с помощью железного кулака? Заботились ли они о красоте города? И продвижения наук и медицины? Или же правления с помощью железного кулака? Но то, что мы видим здесь, это находится в сердцах всех нас. Потому что мы видим здесь, что Илья конфронтал людей с теми же вещами. Допустим, как и Илья такую же конфронтацию имел с народом в этих же вопросах. Как вы помните, Илья сказал, сколько вам уже хрома одного колена? Или же колебаться то в одну сторону, то во вторую. Как долго вы будете туда-сюда колебаться, качаться? Где сердце ваше будет? С Богом или с идолами? Будет ли ваше сердце полагаться на суетность человеческую, либо на Бога? Мы видим, что это очень важное испытание, потому что тайны Вавилона были в сердце Езекии. Видите, все мы хотим быть успешными. Мы хотим иметь деньги, богатство. Мы хотим иметь успех в мире. Но Бог хочет знать, что на самом деле есть в нашем сердце. Что произойдет после того, как мы достигнем успеха? Что произойдет после того, как мы приобретем большое богатство? Что мы сделаем с этим богатством? Бог хочет дать нам ключи от царства. Он хочет, чтобы у нас было процветание и богатство. Но прежде чем это сделать, он хочет узнать, что в сердце. Он хочет знать, что прежде чем благословить нас, мы это не расстранжирим. И мы не будем строить огромные здания только ради самих зданий. Как вы знаете, арабы строят огромные дворцы от денег, полученных от нефти. Но даже с такой точки зрения, Бог не хочет, чтобы мы тратили деньги на что-то глупое. Он хочет нам дать богатство, чтобы использовать это ради целей царства. И он хочет, чтобы мы были успешны с той целью, чтобы помочь другим людям. Помните, Езекайя считал, что хорошо Бог его благословил и дал ему больше жизни. И как он сказал, в 39.8. Он говорит, что «Благослово Господне, которое ты изрек, потому что присовокупил он мир и благоволение, благосостояние прибудет в одни мои». По крайней мере, богатство будет при мне, в одни моей жизни. Так же иногда с нами Бог благословляет нас, мы говорим, о, спасибо Бог за такое благословение. И Езекайя говорит, что будет мир и благосостояние в мои дни. Ему было безразлично, что будет в дни будущих поколений. И в своем сердце, на самом деле, он только о себе переживал. И когда Бог благословляет нас, Он хочет, чтобы мы в этом проявили заботу еще о других. И Он хочет нас благословить, чтобы мы благословляли других. Яков 1.7.8 говорится что-то похожее. Он говорит, что не думает такой человек с двоящимися мыслями получить что-либо от Бога. Бог не хочет, чтобы у нас были двоящиеся мысли, и мы качались то в одну сторону, то во вторую. Он хочет, чтобы мы были стабильны. Так же, как Он не хочет, чтобы каждый ветер учения нас переносил. Он хочет, чтобы наша вера была сильная и стабильная. И можете посмотреть дальше. Пророческая картина, выводы, пророческие выводы. Большая картина, пророческая оценка. Это очень важная тревога Писания. Бог хочет нам через них показать большую картину. И мы видим, что Бог дал ему возможность проверить мотивы его сердца. Он хотел увидеть намерения его сердца, куда вообще его сердце склоняется больше. И поэтому Бог оценивал очень важные моменты стороны его сердца. И Бог хочет убедиться в том, что мы соответствуем путям его царства. И он хочет убедиться в том, что наши приоритеты правильные, и они расположены в правильном порядке. Он хочет взвесить наши ценности и все то, что мы считаем важным. Он хочет увидеть, в чем находится источник нашей безопасности. Находится ли наш источник безопасности в мире или в Боге? Он хочет увидеть, в какой мудрость мы применяем. Мудрость мира или мудрость Бога? И также Он хочет измерить, что мы будем качаться туда-сюда, или же мы будем стабильно укоренены. Он хочет подкорректировать наше видение, чтобы мы смогли увидеть будущее. И Он хочет укрепить нашу надежду, наше полагание на Него. Ведь Ему иногда придется переориентировать наши приоритеты. Как мы знаем, что иногда всем нам приходится приводить все в порядок. Некоторые вещи нам надо удалить из своей жизни. И Бог хочет, чтобы мы узнали, каковы пути нашего сердца. И самый большой вопрос, самая большая суть дела, Он хочет, чтобы мы принимали участие в Его планах. У Бога большие планы для нас. Это не наши какие-то суетные воображения. Но есть определенные реальные планы у Бога для нас. И Он хочет точно убедиться. Прежде чем открыть свои планы, Он хочет сначала узнать, что в нашем сердце. И я могу сказать вам точно, что несколько раз в моей жизни Бог проводил меня через такой же сценарий. Иногда я экзамен сдавал, иногда проваливал. Но после вашего провала, вы будете знать, как пройти следующий экзамен. И Бог не хочет, чтобы мы кругами ходили. Он хочет нас привести в место доверия Ему. Десять лет назад я бы не смог сюда приехать и учить вас. Я сам должен был пройти испытания, свой экзамен, прежде чем сюда ехать. Поэтому всем нам предстоят экзамены, которые нужно будет сдать. Поэтому дальше переходим. После того, как мы оценили, что находится в нашем сердце, мы уже готовы к пришествии Мессии. Но даже больше, чем просто пришествия Мессии. Также приходит время получить награду Мессии. Пришло время искупления Мессии. И поэтому сейчас мы уже готовы к следующей волне, шестой волне. И это глава 40-45. Это дело спасения Мессии и утешения. И в этих стихах мы видим самые великие обетования Бога. И очень важно, прежде чем увидеть обетование Бога, нужно свое сердце исправить. Одно дело требовать обетования Бога. Многие христиане требуют обетования Бога. У нас в Америке есть такая фраза «Назви и потребуй». Не знаю, есть ли здесь что-то подобное. Но люди думают, что все, что они могут назвать как-то, то это они могут себе взять. То есть все, что говорит Слово Божие, все это могу взять. Но в этом есть определенная доля истины. Бог хочет, чтобы мы принимали из Его Слова. Но как мы видели на примере Езекии, нужно подготовить свое сердце к принятию. Аминь? Аминь. Это великое приглашение. И видим, как провозглашается благая весть. Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш. Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправду его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господня принял двое за все грехи свои. Большой вопрос возникает, что за борьба завершилась. Рабины в буквальном смысле понимают, что закончилась борьба против Вавилона. Проведческое слово о том, что пленение вавилонское закончилось. Другие видят в этом пришествие Мессии в будущем. Поэтому, возможно, даже в наше время они не применяют эти стихи, послания. Но мы, как верующие, должны увидеть большее значение. Значение того, что борьба с врагом закончена, потому что Бог приобрел победу. Поэтому нужно утешаться. А что значит «принял двое за все грехи свои»? Рабины думают обычно, что мы, еврейский народ, должны получить двойное благословение. Потому что мы так много страдали, что нужно теперь в войне нас благословить. И какую же двойную оплату мы на самом деле получили? Мы получаем благословение жизни здесь на Земле. И мы получаем благословение вечной жизни с Мессией. Вот настоящее реальное вознаграждение. И здесь, в третьем стихе. Глаз лопающего пустыни, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Кто еще сказал эти слова? Иоанн Креститель, да. Аминь, аминь. И как мы видим, Иоанн приходил, чтобы крестить людей в оставлении грехов. Он говорит, приготовьте путь Господу, выпрямьте стези Ему. Также мы должны приготовить путь и выровнять путь Мессии к нам. Прямыми сделайте стези Ему, приведите свое сердце в правильное состояние. И мне нравится, что говорится в 4-5 стихах. Всякий долг, да, наполнится, и всякая гора и холм, да, понизятся. Что это значит? Все высокое в мире и низкое. Возможно, гордость нашего сердца. И, может быть, времена, когда мы чувствуем себя униженными. Бог приведет нас на ровное место. И это говорит, что кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. Возможно, те места, которые даже сейчас выглядят кривыми, и мы не можем найти своего пути. И мы сможем найти прямой путь. Возможно, те места, где мы чувствуем какое-то смущение, мы победим мудрость. И трудные места, жесткие какие-то места, все это станет легким для нас. Это обетование Бога для нас. Аминь.